Улица Зеленая. Хозяйка радушно принимает нежданных гостей. Огород в образцовом порядке, да и урожай ожидается неплохой. Проблем с водой нет, свой колодец выручает. Однако для полива большинство поселки Зеленый пользуются соцгородской системой холодного водоснабжения. И перерасход из-за полива в такую аномальную жару привел к дефициту воды в этом районе города. Комиссии по чрезвычайным ситуациям пришлось вводить ограничения из-за сверхнормативного потребления. Для того, чтобы наполнить накопительные емкости на неаргенерации. И после этого восстановили подачу воды в многоквартирные дома. На этой неделе мы ограничиваем подачу воды на частный сектор в западном районе города. По вечерам мы восстанавливаем подачу воды. Подача воды в частном секторе соцгорода должна была начаться с 6 вечера четверга. Но получили вовремя ее не все. Сейчас тут с работы приехал, воды холодной также нет. То есть опять в такую жару помыться возможности нет. Как выяснилось, подача воды в поселок Зеленый началась вовремя, в 18 часов. Однако у конечных потребителей холодная вода появилась только к 10 вечера. Дело в том, что первые дома активно начали расходовать воду и делать ее запасы. Возмущение людей можно понять. Дефицита воды в соцгороде не должно быть. Для хозяйственных и питьевых нужд ее достаточно добывают. Дело в том, что в течение 10 дней стоит аномальная жаркая погода. Основная вода тратится не на питьевые нужды, питьевые хозяйственные нужды, а на полюбки. Ограничения подачи воды позволили восстановить бесперебойное снабжение в многоэтажных домах соцгорода. В поселке Зеленом специалисты сейчас проводят мониторинг по потреблению воды. И он покажет, оставлять или нет здесь ограничения. Будем смотреть, чтобы стабильность подачи воды сохранялась. Потому что в первую очередь это наши жители, наши социальные объекты, школы, где работают детские оздоровительные лагеря, детские сады. Вот это в первую очередь. При необходимости будем ограничивать подачу воды на промышленные объекты. Арина Макарова, Анжелика Барвинок. Наше время.